Какая странная судьба Какая странная судьба В тот день друг другу подвела С первых взглядов с первых слов Нам помогла найти ее путь Любовь пришла к нам внезапно Будто жизнь вдруг началась сначала Мне, мне непонятно Как же мы с тобой в этом встречались Какая странная судьба Как долго прятала тебя И столько времени прошло Пропала даром Пропала зря Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вы храбро сражались Не хотите ли погостить у нас? Благодарю, мадам Но я дал обед И спешу в Палестину Моя дочь тоже Но дорога туда Полна опасностей Палестина не женское дело Поэтому прошу вас, граф Будьте в этом походе рядом с ней Охрану не надо Пусть ждут в офисе Я должен встретиться с каскадером Коновым Крутой, а мне-то что? Деньги не я Заморозил А с дамкой я тебе, женушка Конову Он уверен, что ты во всем виновата Правильно уверен Конов Женщин не трогает Где деньги, красавец? Я не знаю Мы тебя живьем закопаем Как, Сандро? Жалко Шаки Выходи Мы с тобой еще встретимся Быстро Быстро в машину Вот так Ты кому, Саша? Врачу Не надо врача Саша, поезд Спокойно Дерегнись Все Теперь нас нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Здравствуйте Здравствуйте Интересуетесь? Хочу купить Прекрасная модель За ними Прекрасная модель Субтитры Алексею Дубровскому 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 Я всегда говорила, что он козел. Зато мужчина настоящий. Я по всем пунктам права. Мало того, что он изменял тебе с каждой юбкой в институте. Ну, Том. Что, Том? Мало того, что ты бесплатная няня его детей от второго и третьего брака. Его, Том, я прошу тебя детей. Мало того, что ты бесплатная секс-рабыня, Том. И после этого ты хочешь родить ребенка, а от этого, мягко говоря, козла. А тебе завтра сорок. Ты не забыла? И это незабавно. Илья Ильич Царев. Новый издатель. А вы кто? Я? А я личный референт Льва Силантьевича Зильвермана. Льва Силантьевича? Да. То есть, простите, наверное, теперь уже ваш референт. Мой? Да. Большой. Понятно. Подойдите, пожалуйста, сюда. Я? Ну, не я же. Как вас зовут? Меня? Ну, не меня же. Лера. То есть, Валера? То есть, Валерия Третьяк. Так вот, Лера, Валера. Референт Валерия Третьяк. Вы? Уволен. Что? А что? Ну, почему? Да потому что я так хочу. Вы так хотите? Да, я так хочу. Но ведь это же, ведь это не объяснение. Не объяснение, ок. Я не хочу, чтобы мои интересы представляли таким образом. Каким образом? Таким образом. Безобразно. Безобразно? Вы на себя в зеркало смотрите? Смотрю. Ну, и что вы там видите? Что-что? Ну, что вы там видите? Себя. Ну, и как вам? Что как? Как? Что как? Вы что, издеваетесь? Над кем? Ладно, отрабатывайте положенные две недели, и вы свободны. Валерия, но прежде чем вы уйдете, я хотел бы извиниться. За что? За все. За наше нелепое знакомство. Я, пожалуй, пойду. Валерия, подождите. Давайте попробуем. Сначала. Да-да, я все понимаю. Добрый вечер. Здравствуйте. Садитесь, то есть присаживайтесь. Благодарю вас. Лера, вы такая красавица. Благодарю вас. Это вам. В общем, я должен вам кое-что сказать. Я, вы знаете, я должен, я хочу вам признаться, я... Здорово, голубки. Что, зависли? Процессоры продуйте. Рустик, ты что здесь делаешь? Что здесь дело, Рыб? Рыб, я соскучился. Рустик, уходи. Рыб, ты где этого рода нашла? Уважаемый, до свидания. До свидания. Слышь, ты. До свидания. Козел. Ты велись на чужую территорию. Вроде. Замолчи. Она моя? Да, Рыба? Ростик. Он сам нарвался. Ростик! Что наступит день печальный? Раньше ты не знал. Нам верилось, что счастье будет длиться без конца. Когда твои глаза смотрели на меня, В них столько было ясного огня. Но если снова суждено мне жизнь начать, Свою любовь я с болью в сердце сберегу. Пусть грустной песней о тебе слова звучат. Я не солгу, я не солгу, я не солгу. Скверы, парки и аллеи в тишине ночной Полны воспоминаний наших первых встреч с тобой. И синяя звезда склонилась надо мной. Моя к себе, как нежный образ твой. Но если снова суждено мне жизнь начать, Свою любовь я с болью в сердце сберегу. Мольбой в чужих глазах кричит твоя печаль. Я не солгу, я не солгу, я не солгу. Гуляем, смеемся, на радостях наплёмся, На все проблемы наши, Свою любовь мы рукой махнём. Ну, блеск! Вода! Весна! Скорей! Слушай, вот что. Что случилось? Прежде всего, найдя официанта, отмени заказ. На. Ну, почему? Ну, будет упрямиться. Заплати, сколько скажет. Зачем? Я тебе потом все объясню. Там, там. Ну, что там? Что? Там моя жена с каким-то грузином. Интересно. Ты не ошибся? Нет. Когда же она успела-то, а? Иди, 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 заплати. Иди, ну, господи. Иди сюда. Сюда. Осторожно. Отменила. Официант ничего не взял. Ладно. Теперь так. Они скоро выйдут. Постарайся проследить, куда они пойдут. Зачем? Слушай меня внимательно. Я прошу тебя, понимаешь? Они! Володя! Да здесь я. Что с тобой? Ушибся? Если это можно назвать, ушибся. Где барит? Да ничего, ничего. Идем. Идти можешь? Я же тебя просил. Надо было с ними ехать. Но зачем? Я проводила их до такси. И своими ушами слышала. В Южную. Да, да, ты права. У меня естественно не может быть к ней никаких претензий. Ну, какая стерва. Какая стерва. Ну, почему же стерва? Почему ты еще спрашиваешь? Ну, ты ведь тоже уехал. И не один. Я? Как ты можешь сравнивать? Я же мужчина. А она женщина. Вот именно, женщина. И не просто женщина. А мать. У нее дочь старше тебя. У тебя тоже дочь. Старше меня. Ну, да. Чудочно. Мужа отправить на Соловке, а сама в Ялту к любовнику. Ну, теперь понятно, откуда эта занятость. Володя. Это поглощенность с работы. Володя. Что? Возьми мне билет на самолет. Зачем? Что такое? Я хочу домой. А, ты еще не спишь? Очень хорошо. О, Господи, и что с тобой? А что? А, не обращай внимания. Это пустяки. Я их все-таки выследил. Вот твой билет. Москву? Да какую Москву? Значит так, слушай меня внимательно. Вот это тебе подойдет? Только учти, она баба хитрая, изворотливая. Нужны доказательства, неопровержимые факты. А то потом начнет мозги пудрить, канители не оберешься. Ну, что еще я должна сделать? Ничего особенного. Одевайся. Вот в этом ты не замерзнешь. Они едут на ночную прогулку. Теплоход отходит через полчаса. Теперь я должна шпионить. Господи, ну времени нет. Быстро, собирайся. Я должен извиниться перед тобой. За что? Ну, как же заставил тебя ехать на теплоход. Не спать всю ночь, прости. Ну что ты? Наоборот, я должна тебе даже быть благодарна. Провести ночь в море, это же столько впечатлений. И потом, кому компания, надо сказать, была подходящая. Ага, я это как-то упустил, извиняюсь. Сначала я села за их стулья. Потом мы долго танцевали. Я, по-моему, тебе уже говорила. У тебя жена очаровательная женщина. В ней столько доброты и юмора. А Гивия... Слышал, слышал уже. Нет, раз уж ты мне дал задание, то изволю выслушать отчет до конца. Во-первых, красавица. Во-вторых, человек в серьезной профессии. Хирург. Не то, что некоторые. Да. С твоей женой он познакомился пять лет назад. До этого у него умерла жена. И когда он встретил твою, то она... Безумно ему напомнила умершим. Откуда ты знаешь? Банально, я бы даже сказал пошло. Ну почему? Разве так не бывает? А знаешь, как он ее зовет? Кого? Да твою жену. Он называет ее Санни, что по-английски значит солнечная. Мерзость. В каком номере она живет? Не знаю. Что ты узнал? Ничего. Ну, познакомились. Три года назад. Может, она действительно похожа на его жену? Почему надо все видеть так извращенно? Они встречаются каждый раз, когда он бывает в Москве. Она прилетала к нему в Тбилиси в прошлом году. Ты это хотел услышать? Ха! Ха! Каким образом? Не образом, а самолетом. В прошлом году... В прошлом году она ездила к своей матери. А мать живет в Орджоникидзе. Оттуда всего ничего. Я не хотела говорить. Ты слышишь меня? Чертова ведьма. Значит, и мамочка в курсе дела. Вся порода такая. Володя, послушай меня. Я ни о чем тебя больше не прошу. Возьми мне билет на самолет. Ты представляешь, я... Кто это? Не знаю. Возможно, они. Кто они? Твоя жена и Гиви. Разве я не сказала, что пригласила их? А? Шутить, извольте? Стой. Что за идиотские шутки? Не веришь? Стой! Тебе говорят, не открывай! Войдите! Ты что? Ты... Допрыгал за старый козел. Ой... Прошу! Любуйся! Допрыгал за старый козел. Субтитры создавал DimaTorzok